Великий пост Каждый пост у меня одно и то же Я пытаюсь в себе выработать трудолюбие Сейчас мы все вступили в Страстную Седмицу Когда каждый день фактически мы проживаем вместе со Христом Который торжественно вошел во Святый Град и Иерусалим Для того, чтобы пострадать за все человечество, за весь человеческий род И каждый день посвящен какому-либо событию из жизни Христа Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Аминь Чтобы достойно встретить Пасху Оценить Действительно, что жертва, принесенная Господом за нас Очень велика Так велика, что невозможно ее охватить умом человечеством В народе у нас есть, например, такая пословица Христос терпел и нам велел И вот люди так воспринимают жизнь Что ее надо терпеть, потому что Господь терпел А я вот не помню пословицы, например, такой, что Христос служил и нам велел послужить. Многие воспринимаем пост как аскезу пищевую, молитвенную, и не воспринимаем как аскезу доброделания. Трастная седмица – это время, когда мы должны перестать якать, мыкать и все, внимание свое уделять на себя. Это уже не время аскеза, это именно время предстояния некоторого перед Христом и вживания в Его опыт. Как говорят святые отцы, если человек не пережил страстную седмицу, то он вполне не может приобщиться радости Светлого Христового Воскресения. Поэтому для будущих пастырей церкви, таких как студенты семинария, академии, очень важно и полезно не только присутствовать за богослужением, но и деятельно в нем участвовать. Первый пост, проведенный здесь, это был большой отрыв по сравнению с теми постами, которые я проводил дома. А здесь именно проникновение богослужением. Потому что дома как-то приходишь на службу, ну да, служба, хорошо. А здесь, если сам не будешь постигать службу, углубляться в ее смысл, то тебе все равно рано или поздно придется это делать. Поэтому тут качественно другой уровень получился. Больше не в какие-то ограничения в пище или в каких-то делах, а именно в постижении смысла поста, сути поста. На первом курсе человек только что поступает в семинарию. Вот эта вот благодать буквально действительно сваливается с неба, и человек летает на крыльях. И у него есть сила, у него есть сила поститься, молиться и выполнять все послушания. Потом, ну знаете, как вот ребенка, сначала Господь вот его сам носит на руках, вот, а потом потихоньку ставит на ноги. Это проходит любой христианин и в своей жизни, и еще раз он это проходит в семинарии. То есть, как бы, здесь опять есть все-таки свое новоначалие, и потом все-таки какой-то духовный рост, и с этим духовным ростом, или просто со временем, человек все-таки проходит какие-то ступени. Главное качество, которое нужно все воспитывать, это терпение. Потому что тяжело, конечно, терпеть многих людей, но со временем учишься и начинаешь терпеть. Понимаешь, что тебя не каждый человек может терпеть. Вот, я думаю, что меня многие люди не терпят, вернее терпят, но пересиливая себя, вот, так же и я это делаю. Терпение – это главное качество, которое нужно вырабатывать в общежитии. А единение, оно, наверное, приобретается тем, что у нас очень много общего, так как мы все движемся к единой цели. Ну, я не говорю о рукоположении священника, я имею в виду единая цель, то есть достичь Царствия Небесного, Отечества своего. Вот, а в Великий пост, я думаю, за счет этого достигается единение. Надо сказать, что в этот пост, как и в другие, наверное, хотя что-то с взрослением, конечно, меняется, осознаешь, то есть приходит некий опыт, опыт своего поражения постоянного и опыт Христовой победы. То есть и вот эта победа, которая и нас с собой тоже забирает, несмотря на наше поражение на все. Великий пост, как война, в которой ты никак не можешь понять, на чьей ты стороне. То есть ты вроде хочешь быть на одной, но может быть 40 дней такой большой период, что жизнь обычная затягивает, и ты уже к середине или к концу уже не понимаешь. То есть вот этой яркости какой-то такой, строгости ее постепенно все меньше и меньше. И поэтому, когда ты вдруг понимаешь, что ты вначале очень много намеревался сделать, а к концу приходишь нищим, нищий какой-то, у которого ничего не вышло, ничего не получилось, никаких побед, то здесь как раз Христос дает тебе свою победу, делится ею с тобой. Всякий человек, переживающий скорбь, потом очень остро и восхищенно переживает радость. Ведь без скорби нету радости. Вот поэтому, переживая сейчас скорбные дни страстей Господних, скорбные дни Страстной Седмицы, конечно же, все живут ожиданием того весеннего и радостного приветствия, которое будет возглашаться многократно во всех храмах. Христос воскресе, воистину воскресе. И, конечно же, ликованию всякого верующего человека тогда не будет предела. Я думаю, мне хотелось бы это сказать. Да я думаю, каждому. А знаете, это зависит от того, как провел пост. То есть, если пост проводится, ну, так как-то легко, вот, то и встреча Пасхи проводится так же легко. И, в принципе, ты говоришь слова «Христос воскресе», натягиваешь улыбку как-то, да, «Христос воскресе», и тебе отвечают искренне, не искренне, ты уже не можешь это сказать. Вот, но нету такой радости пасхальной. А если ты в пост пытаешься что-то сделать, как-то возрасти над собой, вот, от чего-то отказываешься, чего-то лишаешься, то и слова «Христос воскресе» ты говоришь уже с другими чувствами. Вот, и в таком случае, я думаю, любому человеку, если скажешь «Христос воскресе», будет, и тебе приятно, и этому человеку приятно, а конкретно называть человека, которому я хочу сказать «Христос воскресе», родителям бы хотел сказать «Христос воскресе», только я далеко не. В Лаврии и в Московской Духовной Академии существует особая традиция, вот, богослужебная традиция, певческая традиция, культурная традиция. И, конечно же, эта традиция всех объединяет, а особенно объединяет всех людей совместная молитва в храме, «Ибо сам Господь сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них». И особенно остро это ощущается сейчас, когда идут особо благодатные службы, когда люди, внимая богослужебным текстом и тем страшным словам Евангелия, в страшном, в хорошем смысле, с одной стороны, потому что это слова о страдании их Спасителя, с другой стороны, потому что это история спасения человеческого рода. И вот все это, конечно, способствует объединению людей, единению их в Духе Истины, когда все люди едиными устами, единым сердцем прославляют пострадавшего и воскресшего за нас Господа. Продолжение следует...